Приветствую вас, давайте мы разберем сегодня такой вопрос, как мне кажется, довольно-таки распространенный, вот, про правило желание учиться, вот, у человека, допустим, вот, заставляет себя учиться, не получается, ноль консентрации, лень, вот, и, соответственно, делается все для того, чтобы не учиться, вот, всем это связано, основных причин с точки зрения психологии, если вот мы не берем в расчет какие-то медицинские, медицинские показатели, несколько, Первое, это то, что потеряна эмоциональная связь с процессом обучения, то есть, человек не понимает, что он делает, когда учится, когда учится, то есть, для чего он учится нет связи, учеба, да, то есть, процессом получения новых, новых знаний, значит, с тем, что человек, ну, тем, что человек, ну, вообще, нет, нет связи, просто, она отсутствует, появилась, какая-то новая потребность, вообще, в процессе обучения, появилась какая-то новая потребность, которая засмевает собой все остальное, вот, ну, вообще, то есть, вот, допустим, человек учится, да, а у него проблемы в отношениях, ну, просто, ну, просто, ну, просто, вот, вот, появились, вот, появились, просто появились проблемы в отношениях у человека, и естественно, что при таком раскладе, ну, вряд ли, вот, можно рассчитывать, вряд ли можно при таком, при таком раскладе, ждать, что человек будет хорошо учиться, потому что, ну, вот, объективно, объективно, человека беспокоит и волнует, сейчас совсем другое, вот, его, ну, просто, его волнует другое, и, значит, третий, ну, третий момент, который, наверное, нужно сказать обязательно, это когда появляется появляется кое-что, появляется кое-что, кое-что, травмирующее в обучении, в процессе обучения, то есть, когда обучение начинает, ну, травмировать человека, вызывать в нем какие-то, ну, какие-то чувства неприятные, да, как-то вот, разрушать его мир, его реальность, в которой он находится, вот. В этом, в этом случае, в этом случае, в этом случае, человек тоже, тоже резко довольно-таки теряет мотивацию к обучению, потому что обучение становится, ну, вот, очень таким, я бы сказал, тяжелым, обучение становится очень неприятным, обучение становится, ну, можно, можно даже сказать, разрушительным, вот, к сожалению, к сожалению, вот, это такой момент. Что делать в ситуации, когда такое происходит? Первое, что нужно, в общем-то, проследить, первое, что нужно, это проследить за тем, значит, какие, какие желания, или все, какими желаниями, вы сталкиваетесь, здесь, ну, вот, что вам не хочется учиться, чем она вам стала, чем она вам неприятна, вот, чем она стала для вас тяжелой. Может быть, вы начали требовать от себя, ну, большего чего-то, вот, чем, например, раньше требовали, да? То есть, ну, к примеру, человеку, человеку, например, 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 было нормально учиться, допустим, вот в таких для себя условиях, значит, ну, адекватных условиях, ему было комфортно учиться, он стал требовать от себя, больше, он стал требовать от себя, сильно больше, вот, человек, и, в общем-то, из-за этого, из-за того, что он стал требовать от себя больше, ему, вот, ну, как-то физически, да, стало тяжело делать то, что он делает. Ну, просто вот, просто, просто, просто тяжело, просто тяжело, да, стало, ну, действовать, вот, значит, значит, ну, в таком ключе, грубо говоря, грубо говоря. И, собственно, необходимо, на мой взгляд, вот, во-первых, понять, собственно, что, ну, что, что вообще... Ну, происходит, а? Что происходит. Это очень важно. А, вот, я думаю, такой момент, в зависимости от, в зависимости от того, значит, что является... Ну, вот, основанием для ситуации такой, можно, в принципе, уже действовать и смотреть. И уже подбирать такую, ну, коррекцию, скажем, скажем так. Ну, вот, пошел и такой ответ я бы вам предложил. Сейчас, с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии и с точки зрения своего профессионального опыта, который у меня есть. Всего вам самого доброго, удачи, обращайтесь. Если у вас возникнет желание поддержать мой канал, то в описании к аудио ответу лежит ссылочка. Спасибо. 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 Спасибо.